когда в начале 19 века русские войска появились на рубежах средней азии с югу к этому региону уже подступали британцы так началось противостояние с легкой руки ричарда киплинга названная большой игрой привет меня зовут евгений это проект про историю на канале вселенная beautiful world появившись в индии в начале 17 столетия англичане за 200 лет подчинили большинство ее народов и племен ни местные правители ни другие колонизаторы такие как французы голландцы португальцы не смогли помешать утверждению стране британской власти но внезапно у англии появился новый противник россия в 1801 году император павел первый послал на завоевание индии 20 тысяч казаков дав им такое напутствие карты мои идут до хивы и до амударьи реки а дальше ваше уже дело достать сведения до заведений английских поход оказался недолгим дойдя до волги казаки узнали о смерти монарха и повернули назад конечно план павла был авантюрой но англичане узнав о нем всерьез озаботились сдерживанием россии на южных ее рубежах несмотря на совместную борьбу двух держав против наполеона британские дипломаты посещали турцию персию афганистан подталкивая их правителей к войне с русскими так уже вступившему в конфликт с россией персидскому шаху были отправлены в помощь 30 тысяч ружей 14 пушек и 350 английский солдат и офицеров тем не менее персы в октябре 1812 года потерпели сокрушительное поражение при асландузе эту битву в которой погибли и несколько англичан часто считают первым сражением большой игры 1822 году принятием устава о сибирских киргизах завершилось присоединение к россии казахских степей к югу от них находилась бухарское хивинское и каганское ханство где царили средневековые нравы местные феодалы регулярно совершали набегение только на казахские аулы но и на русские военные посты офицер ян веткевич доносил оренбургскому губернатору василию пировскому наши так называемые поданы будучи с нашей стороны освобождены от всякой под этим и в то же время подвергаются по беззащитности своей всем произвольным потрясением и побором хивинцев по неволе повинуются им более чем на хивинские владения были расположены на пересечении торговых путей с волги на восток в персию и среднюю азию отделены от соседей кольцом безводных пустынь хивинские ханы безнаказанно нападали на караваны небрезгуя и работорговлей россия не раз пыталась наладить отношения с хивой но неудачно одной из попыток стало отправление еще петром первым посольства во главе с князем александром бекевичем черкасским посол и все его спутники были убиты голову бекевича хивинский хан отправил своему брату хану бухары в 1839 году пировский подготовил поход на хиву который участвовало 6650 человек не только солдаты но и ученые которым предписывалось составить карты местности одному из ученых экспедиции известному путешественнику платону чихачеву предстояло отправиться на памир а оттуда по возможности скрытно пробраться в тибет и индию это дерзкий план осуществить не удалось как и планируемое подчинение хивы начав поход зимой чтобы войска не страдали от жары пировский столкнулся с холодами и снежными бурями унесшими сотни жизней с трудом заняв хивинскую крепость акбулак русские не смогли двинуться дальше и весной вернулись обратно в оренбург хивинцы их не преследовали не желая воевать с могущественным соседом но не прекращали нападение на владение россии и грабили ее подданных англичане в свою очередь пытались обуздать афганцев совершавших набеги на индийские территории еще в 1836 году британский агент александр бернс явился к миру афганистана дост мухаммеду и ультимативно потребовал от него покорности незнание характера гордых афганцев привело к тому что агент едва унес ноги куда лучше справился задачей тот же вид кевич который прибыл к был годом позднее и подписавшийся миром выгодный для россии договор решив не ждать последствий англичане начали войну против дост мухаммеда разбили из пуши глиняные стены афганских крепостей и посадили на трон бывшего правителя шах шуджи но их снова подвело незнание истории прежде враждовавшие друг с другом афганцы тут же объединились для войны с иноземцами в 1841 году повстанцы обладели столицей и вскоре казнили предателя шах шуджу и полностью перебили британские войска которые пытались вернуться в индию перовский тем временем реанимировал свой план покорения средней азии помимо прекращения набегов русскую власть привлекал культивируемые в этом регионе хлопок незаменимое сырье для производства пороха в 1853 году русские войска взяли штурмом командную крепость от мечеть однако каканцы по-прежнему разбойничали в казахских степях в 1864 году уже после смерти перовского из оренбурга в верный верный это в данный момент город алматы отправились навстречу друг другу два военных отряда один из них под командованием полковника михаила черняева взяли шимкент а другой крепость туркестан на освобождение которого двинулась двадцатитысячная каканская армия по пути она наткнулась на сотню уральских казаков которые после двух дней обороны умудрились вырваться из кольца врага это иканское дело подорвало боевой дух каканцев и они согласились на мир в 1865 году на захваченных землях была создана русская туркестанская область губернатором который стал черняев вмешаться в события в средней азии англичанам долго мешали как после вкусе афганского разгрома так и мощное восстание в индии едва не покончившие с их господством 1873 году они заключают с россией тайный наговор по которому афганистан объявляется английской сферой влияния бухара российской а территории между ними становится ничейной землей однако годом позже британским премьером стал лидер консерваторов известный русофоб бенджамин дезриэль вновь обостривший противостояние с петербургом он писал королеве виктории московиты должны быть выдавлены нашими войсками из центральной азии и сброшены в каспийское море беспокойство англичан подогревалось новыми и продвижениями русских сил в регионе мир с коканцами рухнул уже в 1865 году когда они призвали на помощь бухарского эмира решительным ударом черняев разбил бухарцев и взял ташкент отрезав тем самым коканское ханство от бухарского эмира в мае 1868 года армия генерала константина фон кауфмана вошла в самарканд и двинулась дальше оставив в городе всего 658 солдат против них внезапно выступили многократно превосходящие бухарские силы но гарнизон сумел продержаться до прихода подкрепления вскоре бухарский эмир музафар от 1 признал протекторат россии и уступил ей самарканд и другие важные города настала очередь хивинцев которые надеялись как и прежде отсидеться за полосой пустынь зимой 1873 года 12 тысяч солдат и казаков под общим командованием кауфмана с нескольких сторон двинулись на хиву совершив марш-бросок через каракумы в мае русские войска поступили к стенам города и хан мухаммед рахим предпочел сдаться хивинское ханство как и бухарам частично сохранила самостоятельность и средневековые порядки став вассалом российской империи иначе от случилось в каганде где покорившийся россии хан худаяр был свергнуть мусульманскими фанатиками объявившим русским священную войну в 1876 году ханство было окончательно завоевано и прекратила свое существование в боях особенно отличился будущий герой освобождения болгарии михаил скобелев последними противниками россии в средней азии стали кочевые племена туркмен формально подчинялись они хиве они святы берегли свою самостоятельность и право грабить оседлое население в 1873 году туркменские племена были разбиты при чардыре и согласились покориться белому царю прекратить набеги и освободить рабов однако ни одно из этих условий не было выполнено и в 1880 году генерал скобелев повел армию на штурм ахалтикинского оазиса которые русские пытались взять уже в течение последних трех лет последний натиск оказался успешным после потери крепости гайок теперь в начале 1881 года туркмены бежали в пустыне интересно что в крепости оказались английские журналисты сообщившие европейской прессе о жесткой расправе русских не только над пленными но и над простыми жителями действительность на самом деле была иной скобелев отпустил большую часть пленных что побудило беглецов вернулся в оазис и к мирной жизни в 1884 году русской армии покорилась крепость мер пограничная с афганистаном к тому времени афганцы пережили еще одну войну с англией как и в первый раз британцы заняли кабул посадили на трон марионеточного эмира но после восстания вынуждены были отступить в индию начало этой войны 1878 год совпало с напряжением дипломатической борьбы в европе когда англичане пытались ограничить доступ россии на балканах после ее победы над турцией из-за неуступчивости петербурга дизриэли был готов к самым решительным действиям и император александр 2 отправил к южной границе 20 тысяч солдат которые в случае войны должны были в союзе с афганцами разбить английские силы в афганистане и двинулся в индию но британия и россия смогли договориться поход был отменен а после афганского разгрома чересчур воинственный премьер подал в отставку однако политика англичан осталась прежней им удалось убедить нового афганского эмира абдурахмана пришедшего к власти при поддержке россии выступить против нее дело в том что русские взяв мер двинулись в соседний оазис пенжне которые афганцы считали своим пригласив эмира в гости вице-король инди лорд дейферин заверил его что если не вмешиваться россия непременно покорит весь афганистан параллельно британской прессе развернулась компания обличающая русских захватчиков напавших на независимый эмират россии грозили санкциями требуя от нее вернуть афганцам не только пенжне но и мир в марте 1885 года ободренной поддержкой абдурахман приказал своим войскам напасть на пенжде но эта атака была отражена и хотя англичане ждали от эмира новых мер он предпочел отступить в результате переговоров русские пообещали воздержаться от дальнейшего продвижения однако оставили за собой пенжде где генерал александр комаров оставал крепость кушку долгое время самую южную точку россии а потом и советского союза постепенно русско-британские отношения менялись острое соперничество с францией а потом и германии заставила туманной альбион сменить враждебный настрой на осторожное с оглядкой на союзничество тем не менее большая игра продолжалась но главную роль в ней играли уже не военные а дипломаты ученые и шпионы в то время эти профессии главное перетекали друг в друга основной ареной противостояния стал теперь по миру горные грядам в самом центре азии на пересечении границ россии афганистана индии и китая после боя при кушке в 1885 году английские и русские специалисты провели демаркацию границ но по мира она не коснулась что позволяло обеим сторонам претендовать на него помирские городцы были фактически независимыми как и жители расположенных южнее высокогорных областей дардистана теперь к ним зачастили экспедиции из россии и англии изучившие не только уникальную природу но и возможность присоединения местных княжеств одним из первых о значении по мира заговорил шотландец чарльз макгрегор возглавивший британскую разведку в индии в 1884 году была напечатана его книга оборона индии призывавшая британцев стать на защиту индийских владений от почти неизбежного российского вторжения многоопытный разведчик предупреждал что в случае похода русских их поддержат многие индийцы особенно мусульмане которые ненавидели англичан и имеют в россии множество единоверцев занимающих высокие посты подводя итог автор писал я уверен что индийский вопрос не может быть окончательно решен пока россия не будет изгнана из туркестана из кавказа его труд выпущенный под грифом секретно все же вскоре попал в россию где был переведен и издан военно ученым комитетом главного штаба интересно что ключом к индии макгрегор считал именно дикий и малонаселенный памир преодолев его русские войска могли дойти до кашмира оттуда всего за несколько дней до дели чтобы предотвратить это он рекомендовал как можно скорее разделить по мир между афганистаном и китая в 1890 году англичане начали переговоры на эту тему с китайцами которые в итоге отправили солдат по мирскому озеру яшинкуль узнав об этом российские власти сформировали отряд во главе с полковником михаилом ионовым в который входил полковник борислав грамчевский поляк патриот россии опытный разведчик дойдя до северного подножия гендукуша ионов в августе 1891 года столкнулся с вышедшим навстречу британским подразделениям под командованием не менее опытного разведчика фрэнсиса янхенсбенда на берегу горной речки едва не состоялся еще один бой большой игры но в итоге англичане отступили янхансбенд даже дал ионову расписку в том что покинет по миру и больше туда не вернется впрочем англичане взяли реванш в дарзистане где местные правители просили помощи у россии этот регион был занят британскими войсками следующем году отряд ионова отправился к озеру яшинкуль и изгнал из этих районов китайцев позже русским пришлось столкнуться и с афганцами которые вторглись на памир и стали грабить население так выступивший против них отряд штабс-капитана сергея вановского после короткого сражения прогнал пришельцев за реку пянш кстати в этом бою была впервые применена знаменитая винтовка мосина поняв что выдавить русских с памира не удастся англичане предложили официально разделить регион феврале 1895 года в лондоне было заключено соглашение о передаче большей части по мира российской империи от индии и владение отделяли доставшиеся афганцам ваханский коридор защита от вторжения московитов которого продолжали бояться политики туманного альбиона но вторжение боялись и в россии об этом свидетельствует доклад громчевского наши интересы на памире прочитанное в академии главного штаба тогда полковнику поручили тайное строительство высокогорной дороги по которой в случае нападения англичан можно было бы перебросить войска из ферганской долины на памир разограничение сферы влияния на памире завершила русскую экспансию в средней азии но большая игра не закончилась теперь ее питало соперничество между англией и францией которая с 1892 года является союзницей россии в 1900 году начальник российского главного штаба виктор сахаров и его французский коллега альфред делан на секретном совещании договорились что если британия нападает на францию то русские войска двинутся через афганистан на индию этого снова не случилось но тайная война разведок в регионе продолжалась одним из ее видных участников стал штабс-капитан андрей снесарев который совершил немало путешествий по центральной азии а из индии высланной британскими властями англичан в свою очередь не раз депортировали из российского туркменистана поскольку в средней азии был достигнут статус-кво противостояние двух держав переместилась в соседние регионы на западе в персии россия приобрела такое влияние что казачий генерал владимир рляхов стал военным советником шахин шаха на востоке русские английские агенты стремились переиграть друг друга в кашгаре и тибете 1900 году бурят из россии агван даджиев стал главным советником далай ламы 13 строя планы перехода страны снегов под русское покровительство узнав об этом англичане направили в тибет военный отряд под командованием все того же мияк хазбенда бежавший в монголию далай лама официально просил помощи у россии но так ее и не получил после поражения войне с японии петербург резко сократил активность на дальнем востоке протекторат над афганистаном достался англичанам а тибет признался независимым снесарев в будущем видны и советский военный начальник пострадавший в годы репрессий критиковал этот договор как попытку британии втянуть россию в ненужную и европейскую войну а заодно доказывал что он не принесет средней азии не мира не спокойствие так и случилось после революции 1817 года нестабильность долго сотрясала этот регион и большая игра в которую вмешивалась все новые игроки продолжается до сих пор но это уже совсем другая история спасибо что досмотрели этот выпуск до конца это был проект про история до новых встреч на канале вселенной битиху лорд всем пока и